Донбасс В частности на Минских соглашениях Обо всем этом расскажет наш гость в студии Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики От фракции «Свободный Донбасс» Заместитель председателя Комитета Народного Совета По внешней политике, международным связям, информационной политике И информационным технологиям Владислав Бердичевский Здравствуйте Владислав Добрый день Вот только в течение октября По информации сайта корреспондент Юэй были избиты 5 журналистов 80 случаев проявления физической агрессии По отношению к журналистам Зафиксировано в Украине с начала 2017 года Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины Есть ли свобода слова в Украине? Свободы слова там давно нет Ее нет после госпереворота Фактически с 2014 года Все оппозиционные какие были Телеканалы Печатные Издания, интернет-издания Они фактически сейчас Никакой противоправительственной политики Не проводят И информацию Мы только получаем Ту, которую позволяет Делать Фактически Американское посольство Мы сейчас видим разворачивающуюся Борьбу Между членами Скажем так Правительства Украины Между Порошенко С одной стороны Между Тимошенко И Саакашвили С другой стороны Саакашвили Выступает здесь В роли катализатора Такого сейчас НАБУ Это структура Созданная США Финансируемая МВФ Она ведет Противоправительственную Политику Она вытаскивает Сейчас компромат На первых лиц Украины Этого Недогосударства И это Явно связано С последним Визитом Волкера С пятым По счету За полгода Которую Он провел В Киеве Ну вот В последнее время Украинские СМИ Да и не в последнее время Вообще Они подают информацию По своему И в том числе Они дают информацию О событиях В нашей республике Скажем так Перевернутую С ног на голову Как отличить Истинную информацию Отложной Мы можем наблюдать Что работают Они по одному И тому же Темнику Вот посмотрите Начинается Это вот В одном СМИ Затем Та же самая Идет информация По всем Украинским СМИ Которые Вот знаковые Которые публикуют Именно информацию О происходящем В республике Отличить правду От лжи Это Непростая Сейчас задача Поскольку СБУ У нас Курируется Центральным Разведывательным Управлением Соединенных Штатов Это они Уже даже Не скрывают Что Руководители Инструкторы Сидят Там В здании СБУ Центральном В Киеве Руководят Вот этим Всем Процессом Эти все Вбросы Происходят Регулярно Берется Какая-то Цитата Выдергивается В контексте И перекручивается Просто нужно Проверять По нашим Официальным Источникам Если это Касается Официальных Лиц Также Вот И то Что касается Допустим Каких-то Нарушений Прав человека Нарушений Вот То Что Было Сейчас Там С Неким Журналистом Манекином Уже Было Сообщение О том Что Он Убит И Через Несколько Дней Он Сам Лично Выступил По Видео И Сказал Что Будет Разбираться С теми Кто Сделал Эти Вбросы То Всегда Нужно Выждать Какое-то Время И не Тиражировать Вот Эту Информацию Пока Она Не Будет Достоверно Проверена Все То Что Касается Каких-то Военных Действий Что Касается Обстрелов Что Касается Каких-то Захватов Серых Зон Это Все Нужно Очень Тщательно И Скорпулезно Проверять Но Дело В том Что Извините Что Я вас Перебиваю В Социальных Сетях Появляется Информация Допустим Появляется Информация На сайтах На Украинских И тут же Начинают Появляться Комментарии Да Начинают Сразу Перепащивать Определенные И группы В соцсетях Мы Как бы Их Наблюдаем И Сайты Есть Специфические Ну Допустим Есть там Сайт По Гурловке Это Старый Городской Сайт Который Доступа Не получила Наша Администрация Но Ведется От лица Гурловки Есть Также Сайты Именно Региональные Которые Были Раньше Новости Донбасса Это Все Сайты На которых Выкладывается Непроверенная Информация Которая Дискредитирует Республику С той стороны Это все Нужно проверять Это все Нужно А стоит ли Доверять Комментариям Потому что Не всегда Они соответствуют Тому Что происходит Ну Человеку Свойственно Как бы Получать Информацию И слышать То что он Хочет Слышать Поэтому Если вы Хотите Слушать Что все Плохо Ну Слушайте Что все Плохо Если вы Хотите Получать Нормальную Адекватную Информацию Ну Посмотрите Что Есть На официальных Сайтах О том Что Работает Какие Предприятия Работают О том Что У нас Есть Приказы Не Открывать Первыми Огонь На поражение Только Может быть Когда идет Прорыв Отвечать И Мы Не захватываем Серый Зон Нужно Понимать Что мы Долговороспособная Сторона Мы выполняем С военной точки Все Что мы Как бы Подписывали И Старается Руководство Республики Запускать Предприятия И Как-то Развивать Нашу промышленность Вот В этом плане Нужно И следить За информацией А с какой Целью Украина Запускает Подобные Фейки Ну Дело В том Что На Украине Все Очень Печально На самом Деле Там И Сейчас И Ну Подняли Пенсию Сразу Скаканули Там Цены На Основные Продукты Практически Они Уже Сравнялись С ценами Те Которые У нас У нас Есть Определенные Проблемы В налоговом Законодательстве У нас Есть Определенные Проблемы Между Сотрудничеством Скажем Так Предпринимателей И Нашей Налоговой Инспекцией Вот Украина Пользуется Этими Всеми Моментами Раздувает До Невообразимых Пределов Мы То Порешаем Здесь Свои Вопросы Мы Между Собой Здесь Разберемся Но Вот Этот Как бы Осадочек Он Остается То Если Вы Помните Был Когда-то Вброс Про Распятого Мальчика Там Какая-то Женщина Четыре Года Уже Четвертый Год Они Все Время Вспоминают Как пример Фейков С нашей Стороны То есть С нашей Стороны Фейков Было Мало Собственно А С их Стороны Такое Количество Что Даже И не Вспомнишь И не Последние И не Первые Поэтому Просто Нужно Спокойно Подходить К этому Без Паники Очень Часто Мы Слышим И Читаем В соцсетях Что Там Где-то Украина Пошла На прерыв Там Под Цветодарской Другой Мы захватили Там Какие-то Сумасшедшие Территории Или Там Обстреляли И зашли В Донецкий Аэропорт Украинский Подразделение Все это Нужно Воспринимать Через Призму Что Это Скорее Всего На 99% Что Это С той Стороны Такая Информация Это Фейк Это Касается В том Числе И Приказов Александра Вадимовича Захарчина Эти приказы Регулярно Фальсифицируются Это Все Тоже Нужно Смотреть Отслеживать Есть Официальный Сайт Если Там Приказа Нет Значит Его И Не Было К примеру Была Ситуация При Наладке ДМЗ Донецкого Металлургического Завода Там Была Протечка Где-то Металла Но Это Обычная Ситуация Металлургии Собственно На любом Заводе На самом Современном Она Может быть Раз Несколько лет Она бывает Но Украина Раздула До такой Степени Эту ситуацию Рассказами О том Что у нас Некомпетентный Инженерно-технический Состав Рабочие Руководители На самом деле Это Рабочая Ситуация Которая Бывает Такое Понимаете Возможно Они пытаются Прикрыть Такими Ситуациями Закрытие Заводов Крупных Предприятий В Украине Они просто Отвлекают Внимание От того Что происходит В собственной Стране От того Что предприятия Закрываются От того Что Эти сумасшедшие Платежки Приходят Людям От того Что там Туна угля Стоит 7000 гривен Которая Стоила Там Два года Назад 2000 И Поэтому Вот Как Можно Сильнее Им нужно Нас Укусить Нужно Доказать Что у них Вот Лучше Вот Чем Лучше Только Непонятно После Просмотра И прочтения Этих Фэйков Любой Адекватный Человек Который Здесь Проживает Он Понимает Что Это Чепуха Владислав Что Вы Посоветуете Нашим Телезрителям В плане Информационной Безопасности Что нужно Делать Обычному Человеку Я Призываю Всегда Что Если Это Официальная Какая-то Якобы Официального Источника Проверьте Именно Этот Источник Есть Сайты Официальные Где Выкладываются И Законы И Указы И Какие-то Постановления Совета Министров Если Это Военная Ситуация Дождитесь Официальной Информации От Министерства Обороны ДНР Если Эта Информация Связана С Какими-то Авариями И С С Ситуациями Там На Производстве То Всегда Это Будет На Сайте МЧС ДНР Следите Отслеживайте И Проверяйте Несколько Раз То Что Вы Читаете Никогда Не нужно Паниковать У нас Все Будет Хорошо Донбасс Восстанавливался Неоднократно После Военных Действий После Гражданской Войны И Отстраивался Это все Делали Наши Люди Сюда Ну Не заходили Инопланетяне Мы все Это делали Сами И мы Справимся На этот Раз Так же Как и Было Это Много Раз Владислав Не могу Обойти Стороной Тему Украины Очередной Майдан Как Отразятся События В Киеве На ситуации В Донбассе В частности На На Минске Переговорах У нас Прорыва Никакого Не случится Ведется Там Переговорный Процесс Между Скажем так Между Волкером И между Сурковым То есть Они определяют Вне Рамок Минского Процесса Вне Рамок Нормандского Формата Все-таки Основные Тезисы Основное То К чему Мы Должны Стремиться Со Стороны России Россия Ступает Гарантом Для того Чтобы Прекратились Военные Действия Наступил Мир США Как мы Видим Ведет Деструктивную Политику В этом Отношении Последние Разговоры Волкера О том Что Будут Ведены Миротворцы На всю Территорию Донецкая Народная И Луганская Народная Республика Перекроется Граница Но это Полный Бред Кто Даст им Это Сделать Они Без Нашего Разрешения Никаким Образом Дет Это Не Смогут И Вот Этот Майдан Который Начался С того Что Саакашвили Лишили Гражданства Саакашвили Вот В какой Стране Человек Так Сможет Пройти Границу Без Документов Без Ничего То есть Это Явно Согласовано Было С Американским Руководством Поскольку Его Не Трогают Он Находится На Свободе Он Осуществляет Какое То Бурление Якобы Народное На Майдане И Я думаю Что Это Один Из Рычагов Влияния США На Порошенко С Целью Чтобы Он Все Таки Был Более Сговорчив Я думаю Что Там Есть Какой То Компромиссный Вариант По Миротворцам Не Знаю Видим В ближайшее Время Или Это Будет Затянуто Там Каком Времени Но Я думаю Что Порошенко Уже Порядком Поднадоел Своим Хозяевам И Они Пытаются Его Загнать В какие-то Рамки Загнать Пытается Его НАБУ То Что Я Говорил Это Сейчас Даже Расследование Там Какое-то Ведется По Поводу Поставок С Предприятия Порошенко Машин Для Пограничников Там Завышенная Цена Несколько Раз Непонятная И По Сыну Авакова Это Все-таки Ближайшее Окружение Порошенко Ближайшая Его Скажем Правая Рука Поэтому Тут К Минску Это отношение Не имеет Косвенно Это Все Процесс Для того Чтобы Поставить В стойло Порошенко Ибо Он Ворует Такими Темпами Что Американцы Находятся В легком Замешательстве Будем Следить За Ситуацией В Украине Напоминаю Что У нас В студии Гость Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики От фракции Свободный Донбасс Заместитель Председателя Комитета Народного Совета По Внешней Политике Международным Связям Информационной Политики Информационным Технологиям Владислав Бердичевский Владислав Спасибо Что пришли К нам В студию А я напоминаю Нашим телезрителям Что вы смотрели Программу Путь Правды С вами была Марина Еремченко Оставайтесь с нами И не переключайте Канал